Совсем недавно, 4 февраля, отмечался Всемирный день борьбы против рака. В России ежегодно от этой болезни умирает 300 тысяч человек. Проблема онкологических заболеваний стоит острой и в нашей республике. В этой связи мы побывали в Якутском республиканском онкологическом диспансере. По статистике, с этим диагнозом в республике насчитывается около 10 тысяч человек. В Якутске это порядка 4 тысяч больных. Мы выявляем около 4 тысяч, состоит на учете 4 тысячи больных. И ежегодно выявляем около 700 новых случаев. Также в структуре заболеваемости по городу Якутску занимает рак легкого на первом месте, на втором месте рак молочной железы и на третьем месте рак желудка. Острые проблемы в профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний стоит нехватка кадров. Недавно были подписаны соглашения о подготовке специалистов в московском центре Блохина. По всей республике у нас всего 7 онкологов по районам работают. А в городе Якутске работают всего 2 онколога. А в поликлиниках работают совместители, онкологи-совместители. То есть каждая поликлиника должна иметь у себя обязательно своего онколога. Работа онколога заключается в том, что раннее выявление и лечение онкологических больных и профилактические осмотры. В прошлом году правительство и Минтрав Республики заключили договор между Российским онкологическим центром имени Блохина о подготовке кадров. Согласно в рамках этого договора у нас около 10 специалистов обучаются и они должны на следующий год уже приехать и начинать свою работу. Но на всю республику есть только один онкологический диспансер на 120 мест. Причем нынешние здания, бывшие общежития, не приспособлены для полноценной работы и помощи больным. И строительство нового здания, речь о котором идет уже на протяжении многих лет, как никогда актуально. Совсем недавно правительство Якутии заявило, что 2,5 миллиарда рублей, вырученных от продажи части акций компании «Алоруса», пойдут на строительство нового онкоцентра с современным оборудованием. В прошлом году в нынешнем здании, а также в радиологическом отделении, был проведен ремонт и поликлиника была перенесена в соседний дом. Феодосия Гавриевна, как врач-специалист-онколог, работающий в этой сфере уже на протяжении многих лет, подчеркивает необходимость в новом здании. Но, к сожалению, пока эта перспектива, по его мнению, достаточно отдаленная. Нет возможности, чтобы в одночасье построить такой шикарный, современный, высокотехнологический центр. Поэтому, конечно, для этого нужно время. Я думаю, наверное, 4-5 лет. За это время, вот в прошлом году, чтобы решить эту проблему, нам выделили отдельно площади для поликлиники. Больные также отмечают необходимость в появлении нового онкологического центра. Иногда для того, чтобы попасть в стационар, приходится ждать несколько дней. И, несмотря на проведенный ремонт, здание все же находится в не совсем удовлетворительном состоянии. Отсутствуют лифты и современное оборудование. Люди физически не справляются. Им не хватает оборудования. Им не хватает, как сказать, технических вот этих каких-то приспособлений. Люди, хирурги, после операции на руках переносят людей из операционного блока в реанимацию. Разве это допустимо? Потому что я считаю, что нам нужны более комфортные условия для того, чтобы элементарно перевезти человека из операционной в реанимацию. Чтобы было место, куда поставить каталку. Здесь этого нет. Здесь не хватает стоек под капельниц. Здесь не хватает нормальных палат просторных, воздуха. У нас есть для этого, по идее, возможность. Почему эту возможность не использовать, я не понимаю. Ольга Смоля, хотя и высоко оценивает работу, а не персонала, но также подчеркивает, что новое здание необходимо. Больница очень маленькая. Сационар очень маленький. Конечно, надо строить. Сейчас, так как больных очень много, онкологии, народу, не позволяет, не позволяет сационар всех больных принять и вовремя, значит, продолжить это, начать это лечение. Как сами понимаете, что с онкологией надо как бы не тянуть с этим заболеванием. Как можно быстрее, быстрее выявлять и быстрее лечиться. Подготовка достаточного количества квалифицированных кадров и, конечно же, строительство нового онкологического центра для власти республики должны стать одним из основных приоритетов. Продолжение следует...